Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художников Фридс Таулов, норвежский художник-пейзажист, один из наиболее значительных представителей норвежской живописи 19 века. Я цитирую Википедию. Учился в Академии художеств в Копенгагене у Карла Фредерика Сёренсена с 1870 по 1872 год. Затем Карл Суэ у Ханса Гудея. Так как Сёренсен был муаренистом, то и Таулов начинал с морских пейзажей. Затем он переехал в Париж, где оставался до 1880 года и испытал сильнейшее влияние французских импрессионистов. Таулов также часто проводил время в художественной колонии скандинавских художников, основанной Микаевым Аркером в датском Скагене на северной конечности полуострова Ньютландия. В 1880 году вернулся в Норвегию, где наряду с Кристианом Грогом и Эриком Вериншоллем стал одной из крупнейших фигур художественной сцены Осло, выступавших за самостоятельную ценность искусства и распространение его за пределы круга интересов убывателей. В 1882 году стал одним из основателей ежегодной выставки современного искусства в Осло, так называемая осенняя выставка. В Осло Таулов в основном работал над городскими пейзажами, всегда на пленэре, изображая идущих по улицам людей. Кроме того, он получил известность своими зимними пейзажами, изображением снега. В 1892 году Таулов снова переехал во Францию, а в 1898 году, после путешествия в США, окончательно поселился в Париж. Фридс Таулов был одним из немногих норвежских художников, получивших международную известность. При жизни он был достаточно финансово успешен и выставлялся в престижной галерее. Умер в Неверландах в 1906 году. Так, вкратце, из википедии переводной о норвежском художнике-пейзажисте, одним из наиболее значительных представителей норвежской живописи 19 века, Фридс Таулов. Пока-пока, до свидания.